Ложечку достанем. Маленькую. Хозяйничать на кухне теперь одно из любимых занятий в семье Гонтаренко. Каждое утро Ольга готовит вкусные завтраки, а пятилетняя Маша старательно накрывает на стол. С приездом в свою квартиру у них появилось немало традиций. За чашкой чая поговорить о планах на день, а в свободные минутки вместе порисовать. Класски, реснички, носик, губы, корона. Собственным жильем небольшая семья обзавелась в декабре. Посодействовать в этом Ольга Гонтаренко попросила главу региона. На приеме у Вениамина Кондратьева она рассказала, что подросткам осталась без родителей. Потом какое-то время жила с сестрой, а последние 10 лет скиталась по съемным квартирам. Девушка была в списке детей-сирот, нуждающихся в квадратных метрах. После встречи с ней губернатор взял ее жилищный вопрос под свой контроль. А местные власти пообещали, что долгожданные ключи ей и еще 30 очередникам в Калининском районе вручат до конца 2015-го. Не могу прийти в себя, не могу поверить. По съемным квартирам это совсем другое. Ты ничего не можешь сделать по-своему, это все не твое. Не знаю, и спокойнее, и легче намного. Обращаются с просьбами к губернатору кубанца не только на личных приемах. Большую часть вопросов и проблем люди озвучивают на традиционных выездных встречах. И, как правило, жители затрагивают самые болевые точки районов. Так, полгода назад в Белореченске Вениамину Кондратьеву люди пожаловались на неблагоустроенный микрорайон Северный. В детский сад своих малышей родители были вынуждены водить прямо по проезжей части. В качестве наказа вам построить тротуар от детского сада микрорайон Северный до улицы Победы, чтобы дети, которые ходят в школу и из школы, ходили по тротуару. Это как бы бытовой вопрос. Он должен был в бытовом плане, в рабочем был разрешен. Если я жил бы там со своими детьми, и каждое утро шел, или они шли, а я переживал, как они прибегут дорогу, то я, наверное, бы тоже здесь не гудел бы, а рвал бы этот микрофон. Сегодня строительство нового тротуара уже практически завершено. На протяжении километра установили бордюры и металлические ограждения. А после того, как наладится погода, подрядчики обещают постелить асфальт. Отреагировали очень быстро. Увидя то, что идутся работы, очень обрадовались. Потому что оно прежде всего за безопасность детей, наших детей. После визита губернатора в Белореченский район решился вопрос с открытием аптеки в станице Бжедуховской. Она не работала с февраля прошлого года. Сейчас жители вспоминают, как были вынуждены заказывать лекарства знакомым и ездить за медикаментами в районный центр. Таксистам заказывали, они всегда брали с нас деньги. И привозили, когда нормальную, а другую раз привезли, что она не нужна абсолютно. Я взяла, написала записочку и отправили ее к губернатору. Через неделю где-то пришел ответ, что аптека должна быть. А вот в Кавказском районе открылись дополнительные офисы МФЦ. Это тоже стало ответом руководства края на просьбу местных жителей. Отделений катастрофически не хватало. Теперь, по поручению губернатора, окна открылись сразу в четырех поселках и хуторах. Предоставляют в них больше двухсот услуг. Это нереально удобно. Это очень удобно, потому что никуда мы не ходим. Мы пришли в одном месте, не надо никуда идти. Нужен был такой центр, потому что люди пользуются и все довольны. Мария Крошина, Денис Сидоров, Денис Москаленко и Алексей Комаров, Кубань-24.